Коллеги, всем привет! Понедельник у нас пришло время технического анализа. Коротко, что произошло. На самом деле вокруг потенциального вторжения Россию на территорию Донбасса растет. Мы видим давление на российский рынок. Также в Германии должен прийти зеленый министр энергетики, что против сертификации Северного потока 2. Пока что рынок газа в Европе сегодня снижается на 1%. В Америке там более 3%. В Америке это связано с тем, что ожидается более теплая погода и снижение спроса на рынке газа. Вообще, эта неделя короткая. Мы знаем, что в конце этой недели 2 дня это День Благодарения, Черная Пятница. И Америка будет отдыхать. Скорее всего, срочный рынок будет работать. Так часто бывает. Могут быть какие-то короткие дни. В четверг может быть все вообще выходной. Я не смотрел график работы биржи. Поэтому не столь это важно. В плане... В плане... В плане... В плане... В плане хотел еще что-то сказать. По поводу нефтяного рынка. Япония рассматривает вопрос об распродаже запасов. Все-таки Байден движется к своей цели. Создание антиопековской коалиции. Вопрос, кстати, очень интересный. Планирую записать на эту тему видео. Хочу пригласить Алексея Букина и Крутихина. Возможно, они согласятся. Должно быть очень интересно, на мой взгляд. Потому что это люди действительно с огромным опытом работы на нефтяном рынке. Как на физическом, так и на финансовом. Достаточно может быть интересно. Ну что ж, друзья, давайте приступим. Приступим мы по традиции к блоку по доллару. Обратите внимание, что я работаю с шартами Трайангвью. Сегодня запустила Трайангвью неделю скидок к Черной Пятнице. Это единственная неделя в году, когда даются реальные скидки на подписки на Трайангвью. Очень удобная платформа. Раньше я работал на инвесинге. Мне не нравилось на самом деле, потому что там не сильно удобно работать с шартами, с графиками. Там, конечно, больше инвесинг заточен под аналитические, под информационный, скажем так, ресурс. То есть там много аналитики, много разных новостных каких-то вещей. К примеру, в Трайангвью нету экономического календаря полноценного. На инвесинге он есть. То есть для работы с графиками Трайангвью намного удобнее, чем инвесинг. Но здесь немножко разные, скажем так, направленности этих ресурсов. Здесь это чарты, графики. Там это больше аналитика и информация. Поэтому я перешел на Трайангвью. Очень удобно. В частности, все настройки сохраняются и подвязываются к аккаунту. То есть можно расчертить графики, как я это делаю на выходных. И потом внутри недели я просто наблюдаю. Это можно делать с телефона. Сохраняется там разметка и так далее. То есть на самом деле мне очень нравится. Я доволен, что я перешел. К чему рекламирую? Потому что есть у меня рефералка. Я оставил ее под этим видео. Кто хотел давно перейти, я думаю, что это то время, когда стоит этот шаг сделать. Потому что есть скидки. То есть это дополнительные стимулы, мотивация приложить какие-то усилия. Всем новым зарегистрированным пользователям через мою рефералку будет кэшбэк в виде Трайангвью Коинс. Это монеты, за которые можно продлевать подписку при оплате за год 30 долларов монетами. При оплате за месяц 10 долларов монетами, которые вы дальше можете использовать для продления этой подписки. Поэтому кому, кто хотел, кому интересно, переходите по моей рефералке. Мне какой-то будет бонус за это, а вам скидки. И если вы новый пользователь, то еще и кэшбэк. Вот, друзья, доллар. Доллар начинаем с валютного рынка. Доллар бьется вокруг 96, пытаясь закрепиться выше. На самом деле, как я показывал на выходных в своем еженедельнике, место очень крутое и такое, скажем так, приграничное. То есть, если мы уверенно закрепляемся выше 96, то далее нас ждет вообще поход к 100-101. То есть, к очень высоким таким хаям. Локально мы имеем замедление роста, некую дивергенцию. И даже там, ну, не дошли мы, конечно, сделать пинцет на дневных графиках. Но были очень близки к этому пинцету. Вот, достаточно уверенный такой разворотный паттерн. Пока его нет, к сожалению. Но есть, ну, даже дивергенции нет, будем честными. То есть, надо вынос. Ну, а сам факт, цена замедляется. И, в общем-то, на мой взгляд, хотелось бы увидеть коррекцию хотя бы вот к уровням чуть ниже 95. То есть, 94,8, 94,3. Думаю, что там бы было бы неплохо, туда бы неплохо снизиться. А там уже посмотрим, что будет происходить. Исходя из чего, ну, вот, кстати, дивергенция есть на еврике. Достаточно уверенная. Исходя из чего, я считаю, что хороший момент для того, чтобы поиграть против доллара. Локальные какие-то сделки поделать. Все равно я долгосрочно остаюсь быком по доллару. Я порезал свою позицию UOP. Это все на выходных рассказывал в своем еженедельнике. Поэтому там можно с этим всем ознакомиться. Вот, ну, как бы, да, напрашивается обратка по еврику. И обратка, ну, в район 1,153. Достаточно, я думаю, надежный такой ход должен быть. Я на самом деле не рассматриваю сейчас фунт, потому что для меня он достаточно сложный в плане, ну, есть такой политический аспект, да, вокруг Великобритании и ЕС. Есть спорные моменты по границе с Ирландией. Возможность суды-пересуды. Это, конечно, плохо для Великобритании. Поэтому я думаю, что... Ну, и плюс еще Банк Англии, да, нагнетает. Есть там мягкая риторика со стороны Банка Англии. Это тоже не очень такой приятный момент. Так же, как и с ЕЦБ, но ставка на рост доллара, это ставка не... То есть, ставка на рост евро, это не ставка на рост евро, да, это ставка на коррекцию на рынке доллара. Вот, поэтому вот такие вот моменты. Фунт я не рассматриваю. То есть, на мой взгляд, у фунта еще есть нижняя граница ниже 1,32. Поэтому я пока в него играться не хочу. По сырьевым валютам австралиец, на мой взгляд, сделал такой вот размашистый боковичок. И, в общем-то, мы пришли на нижнюю границу, что тоже может сигнализировать о том, что вполне здесь могут проявить себя быки, и мы можем немножко подняться. Подняться, я думаю, там в район 0,74-0,75, даже... Ну, 0,75 уже высоковато, если мы, конечно, не на продолжение роста идем. Ну, вот 0,745, вполне себе вменяемые цели сверху. Далее сырье. Ну, Новозеландец, Океания. Пройдем дальше. Новозеландец я тоже не хочу сейчас торговать. Мне он не понятен. Ну, и на самом деле я работаю на базовых валютах, на опционах, на СМЕ, на Фьючи. А там Новозеландец неликвидный, поэтому я, в принципе, в последнее время не рассматриваю Новозеландец. Единственное, что я его продаю периодически в кросс-курсах, потому что, на мой взгляд, он достаточно перекуплен и имеет потенциал хода вниз. Но, вот, локально, пока доллар, возможно, будет корректироваться, в принципе, мы можем увидеть некий откатик по Новозеландцу. Ну, не хочу в него углубляться, потому что я, честно, по нему не подготовлен, не анализировал глубоко. Но, канадец у нас, на самом деле, в оптренде находится, ну, в локальном я имею в виду. Мы имеем такой восходящий фрактальный канал на мелких масштабах. Ну, и, в общем-то, здесь, на самом деле, верхняя граница на 1,28. Но, как мы сейчас дальше пройдем на рынок нефти, я думаю, что рынок нефти разворачивается дальше в оптренд. И, учитывая корреляцию между канадцем и нефтью, мы, в общем-то, можем увидеть начало коррекции по канадцу. Я имею в виду на укрепление канадца по прямой паре. Вот. Вполне возможно, здесь намечается некий клин, на самом деле, да, если прочертить какую-нибудь такую линеечку небольшую. Ну, либо вот такую, либо вот такую. Вот такая уж прям, на мой взгляд, очень грубая линейка, да, как бы. Но, хотя, в принципе, почему бы и нет. Вот. По канадцу, то есть, я тоже думаю, что будет разворот. Далее, защитные активы. Японская иена. Я считаю, что банк Японии это делает. То есть, это, это имеется в виду топит иену. Она дешевеет к доллару. То есть, прямая пара у нас растет. Доллар по отношению к иене укрепляется. Вот. Поэтому, я думаю, что если это действительно банк Анады, банк Японии делает для того, чтобы оживить внутреннюю экономику с помощью внешнего баланса. То бишь, повысить, повысить преимущество на международном товарном рынке. То есть, из-за девальвирования своей валюты. И это поддержит экспортеров, которые, ну, мы понимаем, что Япония экспортно направленная страна. Поэтому, доля экспортеров очень высокая в производстве. Причем, как товаров, так и услуг. Поэтому, в общем-то, я больше чем уверен, что это делается банком Японии. И мы видим такой боковик. То есть, это я всему все клоню к тому, что я думаю, что движение к 117 здесь еще себя может проявить. Единственное, что куда-нибудь уход, ну, даже не знаю, ниже. Вот зоны там на 111, 111, 112. Вот, наверное, там сломит этот тренд. Ну, и швейцарец заканчиваем. Швейцарец, как вы знаете, я не торгую. Сейчас тоже мне непонятен вообще швейцарец. Я не хочу тоже в него углубляться. Возможно, я проработаю швейцарца отдельно, да, и новозеландца. И тогда уже выдам какие-то по ним заметки. Есть чем поработать. Есть фундаментальная теория ценообразования. Ну, те, кто подписан на мой телеграм, давно об этом знают. Так, мы закончили по валютам. Перейдем на комоды. Вот начнем, кстати, с вопроса по нефти. Ну, давайте мы посмотрим U-Coil. Условный спот. Ткнулись мы в нижнюю границу нисходящего канала. Ткнулись в тест, да, вот предыдущего хая. Достаточно неплохой такой интересный момент на рынке. Мы даже прошли вот 38%, ну, плюс-минус на 0,4%. На 40% мы где-то находимся сейчас. Да, коррекции от всей волны роста. Вот. На мой взгляд, интересный момент. Мы обратно заходим, обратите внимание, вот под крайний хайок. И над уже ранее пробитым нисходящим фрактальным каналом. Вот. Я думаю, что вопросы, которые затронул Байден, достаточно серьезные. И они требуют какого-то времени для соглашения. Поэтому у быков есть это время. Ну, и мы понимаем, что, ну, по своему опыту, часто бывают форс-мажоры на экстремумах рынка. В общем-то, это можно ожидать тоже и на сегодняшний день. Вот. Дальше давайте нефть, газ. Газ. Ну, по газу я говорил, да, что формируется медвежий флаг с движением 4,2 где-то. Ну, и на пробой, да, на пробой вот важной зоны. То есть, мы прямо вот меня касаемся. Сегодня был гэп на открытии. Это достаточно интересно. Ну, это связано с погодными условиями. В Штатах грядет потепление и ожидается, что спрос будет понижен. Даже вот что выбивается из сезонности на самом деле. Ну, в общем-то, это американский рынок и играет. И европейский рынок тоже, ТТФ, снижается сегодня, да, на 5%. Вот у нас почти 6%. Тоже такой важный момент. Я так думаю, что история с рынком газа, конечно, остается политическая. Но мы это видим, да, что идет некий размен. Размен достаточно серьезный. Ну, по ТТФ, если провести вот такой вот канал, да, если мы пробиваем границу, то мы там ныряем очень прилично. Но, опять-таки, для этого нужен повод. Как бы мы должны понимать, что по российским направлениям должны увеличить поставки для этого движения. Ну, если это все наложится сейчас, да, то есть увеличение поставок газа в Европу. И если еще плюс теплая погода в Штатах, то это, конечно, приведет медведей, возбудит медведей и они накинутся на рынок. Так, и давайте теперь по вопросам меди. Достаточно интересный, на мой взгляд, момент. Был ложный пробой, вернулись вверх. Ну, для подтверждения прохода выше нужно пробивать 4.45 и 4.46. То есть, вот этот диапазончик, после чего цены пойдут дальше, выше. Ну, и обратите внимание, что мы подошли к верхней границе канала. Начинаем ее уже бить, эту границу. В общем-то, ну, слом этого тренда, нисходящего, окончательно развеет мои медвежьи ожидания. Ну, на самом деле, я в лангах, я об этом уже писал, говорил, говорил в видео выходного дня. Так, что мы имеем? Давайте теперь перейдем на золото-серебро. По золоту, ввиду ожидания коррекции на рынке доллара, я считаю, что есть неплохой шанс увидеть 1920. В целом, не вижу развития бычьего тренда по рынку золота. Думаю, что ограничимся 1920. После чего начнется хорошая коррекция, начнется хорошее движение вниз, если не будет фрост-мажора. Фрост-мажоры здесь могут быть в монетарной политике. В частности, в монетарной политике ФРС. Мы скоро увидим, кто будет новым главой ФРС. Ну и, в общем-то, у нас есть минутки, минутки в среду выходят. То есть, вот я думаю, что некое время у рынка золота есть. И тем более сезонно, до декабря рынок снижается, потом растет. То есть, в общем, так, как я и говорил на выходных, 800-835 с возможностью до 1800 коррекции, потом рост. Вот я ожидаю такое движение. По сильверу мы имеем, ну мы находимся в аптренде, да, в локальном аптренде, я имею в виду. И тут такое интересное место, пробой. Да, то есть, в принципе, можно пробовать тоже играть на лонг. Достаточно хорошая точка. Я вот хочу это сделать кстати. Ну, понятно, нужно подождать пробоя здесь. Вот, далее, далее. У нас остается пшеница и все. Пшеница пошла дальше. К сожалению, уже без меня, потому что я закрылся. Думал, что мы бьемся в верхнюю границу. Коррекцию я ждал в район 810-800. Здесь я хотел снова покупать. Но этого не произошло. И вот, я думаю, до 880 у нас цели, цели у рынка пшеницы имеются. Ну, к сожалению, увы, да ах. Ну, я на самом деле заработал 4 с чем-то процента к депозиту на этих сделках на рынке, на лонге по пшенице. Поэтому грек жаловаться. Вот, двигаемся дальше и переходим к... Давайте перейдем на сток и закончим российским рынком. Сток-маркет у нас начинает расти. Сипа, да. Мы в таком потенциальном диапазоне находимся. В общем-то, здесь равновероятных два сценария. Либо выход вверх и движение 1840-1850. Либо же движение вниз к нижней границе диапазона. Допиливаем коррекцию, да. Я бы даже сделал бы здесь не так. Я бы разметил бы вот таким вот образом. Вот так. Вот так будет более правильно. То есть, мы можем ткнуться в район 14640, да, и потом уже начать продолжать расти. На английском так не скажешь, да. На русском можно, в принципе. Вот. И... Либо же мы просто проходим дальше. Вот этой поддержечки. То есть, извините, этого сопротивления. И двигаемся дальше вверх сразу. Вот такие вот два сценария у меня на столе. Ну, и согласно ним буду... Ну, и согласно им разработаны тактические действия. Так, долговой рынок у нас на сегодняшний день пошло восстановление. В принципе, если мы проходим вот этот вот момент, то у нас запустится восходящий канал уже на более младших масштабах, да. И мы получим полную картину целей сверху на больших таймфреймах, да. То есть, в принципе, мы с уверенностью можно сказать, что доходим до 1850... Ну, 1,85-1,9 это доходность. 1,85-1,9 и имеем потенциал движения 2,3-2,4. Это по десятилеткам. В общем-то, достаточно неплохие цели. 20-летние у нас облигации не такие активные, потому что инфляционные ожидания на длинном горизонте не растут. Что, в общем-то, ожидаемо на самом деле. Ну, мы имеем тоже несколько потенциальных... Ну, этот мы пробили давным-давно, да. Мы имеем несколько потенциальных каналов, которые будут запущены на этих всех пробоях, да. Ну, и, в общем-то, каналы не сильно выразительные, но, в общем-то, поиграться тоже в Тибите можно. Обратите внимание, что оба канала сходятся в районе 2,2. Ну, конечно, если мы пробиваем... Вот, хаи... Ну, как бы в этом сценарии я не верю, я даже не буду. Он даже и криво смотрится на самом деле. То есть, я думаю, что вот мы можем, имеем шансы выше 2,2 выйти. Так, российский рынок. И закрываем наш анализ. Сишка, вынос. Я этот вынос ожидал. В общем-то, я писал в спонсорском канале об этом выносе. Что я его ожидаю, поскольку в пятницу у нас наращивали позиции физики в шорт на ММВБ, да. То есть, на Сишке, на Сей. Это фьючерс на доллар-рубль, на прямую пару. Вот я об этом писал. Собственно, это происходит. Мне нравится эта история. Вот. Ну, нужно будет теперь ожидать дальнейшее движение. Я думаю, что на этом мы закончили свой рост по Сишке. То есть, рубль закончил снижение. То есть, мы допилили трешку, сделали при этом несколько целей. Вот таких вот, да, например. Например, вот такие цели мы сделали. Вот так. И, ну, достаточно, на мой взгляд, хороший момент для того, чтобы купить рубль. По РТС, сломали все на свете. На самом деле, сломано здесь все. Все сломано, все, что можно и что не можно. Вот если взять декабрьский фьючер, да, то здесь, конечно, вообще. Дальше только, дальше только пол, скажем. Ну, вот по клееному, да, мы пришли на предыдущие хаи. Вот мы тестим. Кстати, очень важная зона, обратите внимание. Мы на тесте очень важной зоны сейчас. Очень. Здесь были, отсюда вабл рост. Здесь была чашка с ручкой. Здесь был тест чашки с ручкой, да, вот предыдущих хаиов и движение вверх. То есть, на мой взгляд, достаточно интересный момент. В общем-то, вполне возможно, вполне возможно, можно его сыграть в него. Сыграть на обратку, конечно, я имею в виду купить. Я имею в виду buy. Тем более, мы ткнулись, обратите внимание, что вот важная зона перепроданности по РТС, то есть, по МакДаку. То есть, мы вот последний раз вот так мощно, когда такие мощные движения были, то это было на разворот рынка. Поэтому думаю, что это произойдет. Так, друзья. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы закончим наш эфир. Хочу сказать, что да, это видео вышло в понедельник для спонсоров, которых все больше и больше. Я надеюсь, что тот контент, который я делаю, полезен. Ну и судя по спонсорскому каналу, он реально полезен. Люди приходят, люди пользуются моей аналитикой. Спасибо вам за доверие, уважаемые спонсоры. Это приятно. Напомню, что есть акция у TradingView на подписки в связи с Черной Пятницей. Также хотелось бы сказать, что есть у меня канал Telegram, в котором я публикую текучку. Переходите тоже в него, подписывайтесь. Я думаю, что если вы практикующий трейдер, либо финансовый аналитик, то вам будет полезен тот контент, который я в нем даю. Если нравится то, что я делаю на своем канале YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики жмите. Я думаю, что вместе мы сможем победить, скажем так, алгоритмы YouTube. И YouTube будет нас активно рекламировать. Спасибо всем. Хорошей торговой недели. Всем пока. Спасибо.